Продолжение следует... Прежде чем предоставить слово Наталье Логачевой, нашему постоянному ведущему, я хотел бы прокомментировать несколько ссылок, которые дал в самом начале нашего вебинара. В самом начале нашего чата, прошу прощения, перемотайте, пожалуйста, в начало чата и увидите три полезные ссылки. Первый из них ведет на наш сайт, сайт Директ Академии, главной его страницей является расписанием. На сайте Директ Академии представлено расписание на главной странице, расписание на неделю, и ниже представлено расписание на весь год в интерактивном виде, в виде оси времени. Вы можете на любой вебинар, который уже вошел в наше расписание, записаться, зарегистрироваться и потом посетить его в ту дату, когда он будет проходить. Вторая ссылка отвечает на вопрос, ведется ли запись данного мероприятия. Да, ведется, и запись будет выложена на нашем видеоканале в YouTube, и ссылка на наш видеоканал приведена второй в списке. Наконец, третья ссылка ведет на страницу сайта с описанием курсов. Курсы – это предложения от Директ Академии для наших слушателей вебинаров и вообще для тех, кто хочет воспользоваться этим предложением. Онлайн-курсы – это способ глубоко узнать, лучше узнать о той проблеме, которая является темой данного онлайн-курса. Как правило, он содержит от 3 до 12 занятий, большое количество практической работы и так далее. И вот тут я хотел бы отметить, что наша сегодняшняя ведущая Наталья Логачева тоже подготовила курс, и с ним вы можете ознакомиться вот здесь. Я задаю ссылку прямо в наш чат. Несколько слов о Наталье. В прошлом году она уже вела у нас один вебинар. Мы решили, что вебинар получился очень хороший, и было много интересных отзывов. Поэтому в этом году у нас Наталья – постоянная ведущая. Каждый месяц она будет проводить вебинар по треку, связанному с подготовкой диссертации. Ну, собственно, подробнее о треке и о сегодняшнем вебинаре Наталья расскажет сама. А я, как всегда, перед тем, как с вами проститься, хочу дать информацию о трех вебинарах, которые нам предстоят в ближайшее время. Сейчас я скопирую эту информацию. Итак, копирую информацию в чат. Вот эти три строки и три новые ссылки – это вебинары, которые предстоят завтра, послезавтра и 20-го числа. Завтра вебинар проведу я. Это наш обычный продуктовый вебинар компании Директ Медиа. И будет посвящен он функционалу библиотекаря в университетской библиотеке онлайн. Послезавтра, обращаю ваше внимание, послезавтра не в 12, а в 15 часов в Москве Марина Орешко, тоже постоянная ведущая вебинаров. В прошлом году ее вебинары были суперпопулярные. В этом году мы решили, что она проведет не 10, а 15 вебинаров. Так вот, Марина Орешко проведет вебинар, который называется «Онлайн-презентации против PowerPoint». И, наконец, 20-го числа, это будет четверг, вебинар проведет Сергей Москалев, чрезвычайно интересный человек, автор суперпопулярного приложения «Пунта свитчер» для автоматического переключения клавиатуры. Я думаю, что у вас на большинстве компьютеров он установлен. Установлено это приложение, оно хоть и маленькое, но очень полезно и экономит массу времени. И вот Сергей Москалев, у него будет вебинар, который называется «Ресинг. Переосмысление готовых решений». Вебинар будет посвящен проблеме старения и продления жизни готовых хороших решений. Что сделать, чтобы хорошая идея не устарела, как придать ей новую жизнь, как придать продукту новую жизнь. Я думаю, что вебинар будет иметь широкое... Можно толковать название широко, то есть под продуктом понимать, например, и образовательный продукт. Поэтому я всех приглашаю на вебинар Сергея. Это будет наверняка очень интересно. Ну что ж, а сейчас я с вами прощаюсь, точнее, выхожу из эфира, остаюсь в чате до конца нашего мероприятия и предоставляю слово Наталье для того, чтобы провести сегодняшний вебинар. Наталья, прошу на связь. Друзья, сегодня у нас с вами первый вебинар, который... Встроен в серию вебинаров, собственно говоря, их будет 10. Каждый из них будет посвящен тем или иным вопросам, связанным с подготовкой диссертации. Неважно, какая это диссертация, диссертация на соискание степени кандидата наук или доктора наук. Если эта тема для вас актуальна, я вас приглашаю на все эти вебинары. Надеюсь, что вы что-то для себя полезное в них найдете. Что касается сегодняшней нашей темы, то тема, с одной стороны, может быть, общая, с другой стороны, очень конкретная. И, прежде чем я ее начну, я хотела бы... Видео подтормаживает у Екатерины Владимировны, у всех остальных все нормально? Спасибо. Что касается сегодняшней нашей темы, прежде чем мы начнем в нее погружаться, буквально пару слов обо мне. Давайте познакомимся, почему вдруг я веду эти темы. Я в 2005 году защитила кандидатскую диссертацию, в 2013 докторскую диссертацию, уже несколько лет веду проект для аспирантов и докторантов, и поэтому буду очень рада в чем-то вам помочь, поддержать, сделать ваш путь более легкий и более приятный. Что касается сегодняшней нашей темы, она привлекла внимание большого количества людей. Я рада, что мы сегодня собрались. Напишите, пожалуйста, в чате, откуда вы и какую диссертацию вы пишете. Давайте посмотрим, кто заинтересовался темой, чтобы я могла как-то сориентироваться. Хабаровск, кандидатская, как далеко, Тольятти, докторская, Хакасия, кандидатская, докторская. Как мы все далеко друг от друга, замечательно, что у нас есть возможность встречаться онлайн, далеко, но вместе, да, здорово, кандидатская, 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 докторская. Друзья, великолепно, тема важна как научному руководителю, замечательно. Все время приглашаю коллег, давайте будем делиться, да, нашими какими-то секретиками для того, чтобы больше людей успешно проходили этот замечательный путь. Спасибо, друзья, спасибо. Что касается сегодняшней нашей темы, что мы посмотрим, успеем посмотреть на семинаре сегодня. Но вообще те моменты, которые касаются тех изменений, которые могут на нас повлиять в процессе подготовки диссертационной работы. Номенклатура специальностей, журналы, что с публикациями, да, какие-то требования могут ли измениться по поводу требований касательно в большей степени самой диссертации. Ну и, естественно, что происходит у нас с диссертационными советами. Я вообще рассматриваю подготовку диссертации, как, может быть, кому-то это будет странно, но для меня это некое такое путешествие, знаете, как достаточно длинное. И поэтому неплохо бы сориентироваться внутри этого путешествия, где могут возникнуть сложности, ограничения, как лучше его осуществить, чтобы оно было максимально приятным, чтобы оно нам понравилось и имело результат. И поэтому вот это поле, которое мы сегодня рассмотрим, я его называю поле ограничений. То есть то, мы диссертацию пишем не для себя, мы должны четко понимать, что она должна не просто мне понравиться, как автору, да, и я должна там ей гордиться, например. Она должна устроить целый ряд специалистов, которые будут ее читать и в конечном итоге принимать решение относительно того, достойно, недостойно и так далее. Поэтому есть и ограничения, на которые имеет смысл обратить внимание. Я на самом деле этих ограничений много, но я их так укрупнила, скажем так, да, и выделила четыре сферы, на которые стоило бы определить, уделить внимание в первую очередь. Это специальность, по которой мы собираемся защищаться. Это наши публикации по результатам научного исследования, сама по себе диссертация ее текст, да, ну и естественно, то место, где мы собираемся проводить защиту, это диссертационный совет. Что касается этих ограничений, они регламентируются по-разному, с разной степенью периодичности, да, но, тем не менее, любое из этих ограничений, оно очень серьезно повлияет на наш путь. Давайте начнем со специальности, и, соответственно, многие уже написали, по какой специальности планируется защита, по какому направлению, да, по какой сфере. И мы сегодня поговорим чуть-чуть вот об этом ограничении. Безусловно, те, кто касаются, хотя сразу скажу, друзья, я думаю, что, а, кстати, давайте я задам вопрос, не буду фантазировать. Напишите, пожалуйста, в чат, насколько вы уже продвинулись на своем пути, то есть, насколько вы опытны, да, насколько вы уже знаете вообще тему, чтобы я могла какие-то акценты делать или для более продвинутых слушателей, или для начинающих. То есть, вы на старте, или вы уже… Ольга Павловна задает уже вопрос. Я чуть попозже отвечу, хорошо. Оформление текста на выходе. Прекрасно, Елена Юрьевна, замечательно. Последний год докторская на старте, глава в начале, на финише. Друзья, последний год к завершению. Я понимаю, что те, которые искатели уже опытные, которые уже не первый год этим занимаются, может быть, вам это будут известные вещи, но, тем не менее, я вот хотела бы на них заострить внимание, потому что и когда вы находитесь уже на финише, это может иметь значение. Ну, а уж для тех, кто только начинает, то, естественно, это важно. Итак, номенклатура специальности. Что такое специальность? Специальность – это у нас определенная сфера, в которой, если вы проводите исследования, вы получаете ученую степень именно вот внутри вот этой вот специальности. Специальность имеет… отражены они в номенклатуре, имеет шифр, да, вот циферки, названия, и показывает на отрасли науки, по которой вам будет присуждена ученая степень, то есть, например, там, кандидат физико-математических наук, экономических наук и так далее. Безусловно, в начале выделяется группа специальностей, математика, в данном случае я прямо скопировала вам из номенклатуры. И вот в зависимости от того, по какой конкретной специфике вы будете защищать, у вас будет разный шифр, разная специальность. Ну, казалось бы, зачем это и, соответственно, что здесь может меняться, зачем на это обращать внимание и так далее. Дело все в том, друзья, что здесь у нас возникает целый ряд особенностей, которые необходимо учитывать. Первый момент. Когда мы с вами определяем специальность, то есть область, внутри которой мы будем проводить защиту, то наша тема должна в обязательном порядке попасть в эту специальность. Вот я как раз сейчас вернусь к вопросу, который был задан по поводу двух специальностей. Ольга Павловна задала вопрос, что пограничная сфера как быть. То есть, на самом деле, когда мы выбираем вот эту сферу, ту самую исследовательскую, конечно, лучший вариант, если у вас будет конкретика. Это лучший в каком смысле? Лучший для вас, потому что это ситуация определенности. Допускается защита по двум специальностям, тоже проблем особых нет, но это сложнее, потому что вы общаетесь с людьми, которые специалисты в той и другой сфере должны, что называется, удовлетворить запросы и тех, и других. Поэтому первое, на что мы обращаем внимание, когда мы используем паспорт специальности, укладывается ли у нас тема внутрь этого паспорта. Это очень важно. И второй момент, когда мы с вами будем определять, я вернусь к предыдущему слайду, диссертационный совет для защиты, диссертационный совет должен иметь право принимать работы в соответствии с вашей научной специальностью. То есть вот эти шифры, по которому защищаетесь вы, и по которому принимает работа диссертационный совет, они должны совпадать, иначе вашу диссертацию не смогут принять в защите, и поэтому вот этот момент важен. То есть это вот, почему это важно учитывать? Как часто происходят изменения в номенклатуре? Вообще, почему я столько внимания этому сейчас уделила? На самом деле изменения в номенклатуре происходят не так уж и часто. Последние изменения были внесены вот в марте 2018 года. Они касались, что называется, просто формулировок. Да, там чуть-чуть совсем изменились две или три формулировки, но произошло изменение в специальности 12.007, добавился еще дополнительный вид права. Ну и спросите вы, что ж такого страшного, пусть добавляют или убирают. На самом деле все было ровно так, как всегда, ничего не вызывало никаких напряжений. До того момента, как в июне, в июне, да, мы с вами были на каникулах, ВАГ работал, в июне были приняты рекомендации о совершенствовании номенклатуры научных специальностей. Что это означает? Это документ принятый. Вообще, все, о чем я буду сегодня говорить, это не моя фантазия, это абсолютно реальные документы, которые действующие и, в общем-то, они приняты вроде бы как не для нас с вами, да. Вот эти рекомендации вы наверняка и не читали, просто это моя профессия просматривать всю нормативку и своим ученикам об этом рассказывать, да. Но, тем не менее, это коснется каждого абсолютно, если в номенклатуре произойдут существенные изменения. Что означает слово «совершенствование», мы с вами понимаем. То есть это означает, что либо увеличится перечень специальностей, либо они укропнятся. То есть тут вариаций много, я гадать не хочу. Я просто обращаю ваше внимание на то, что сейчас как раз идет процесс создания рабочих групп, об этом заявлено на сайте ВАГ, и, соответственно, эти группы будут работать вот над этой новой редакцией номенклатуры. То есть понятно, что вот здесь нужно четко отслеживать вот этот момент, чтобы не получилось так, что вы выбрали для себя специальность, готовитесь по этой специальности. А вопрос, будет ли информация для ученых-секретарей диссертационного совета? Не знаю, думаю, прям специально для ученых-секретарей я не готовила информацию, но я думаю, что что-то из этого будет полезно, потому что это абсолютно все касается подготовки диссертации. Поэтому новая редакция номенклатуры нас ждет с вами, и как только она возникнет, я обязательно эту информацию размещу и с вами этой информацией поделюсь. Поэтому вот здесь это зона нашего повышенного внимания. Что касается следующего момента, следующей важной области, это публикации. Безусловно, диссертационная работа – это такая научная работа, которая не существует сама по себе. Она существует в связке. В связке с авторефератом, в связке с набором публикаций и так далее. Поэтому, естественно, если у нас меняются какие-то требования по публикациям, то мы не можем выйти на защиту, не удовлетворив вот этим требованиям. Давайте попробуем разобраться, что у нас вообще с публикациями происходит. Ну, первое, что нам нужно для себя вспомнить, наверняка вам это все известно, и тут никакой новизны абсолютно нет, что опубликоваться мы можем в разных местах абсолютно. Я вот не веду сейчас разговор о том, а надо ли на докторскую такую-то публикацию, а надо ли другую. Этим мы с вами займемся вопросом в следующую нашу встречу. На следующий вебинар у нас будет тема по публикациям. А сегодня именно вот про изменения, которые могут произойти, да, и могут существенно или несущественно повлиять на наш путь к защите. Значит, что здесь важно? Скопус вебус-сайенс – это обозначение вообще тех реферативных баз, которые мы называем международными. То есть это не в смысле, что их две, понятно, что их очень много, но первый вариант, где можно опубликоваться, это вот в таких изданиях, которые индексируются вот на таком уровне. Второй уровень, да, это издания, рецензируемые ВАГ. РИНС, тоже устраивающий нас вариант публикации, это тоже рецензируемые издания, но они не рецензируются в высшей аттестационной комиссии, они рецензируются специалистами, да. Ну и, безусловно, материалы конференции, специально их вынесло в отдельную группу, хотя мы сегодня о них говорить не будем, потому что к нашей теме они мало отношений имеют. Сразу хочу сказать, что ряд оргкомитетов заявляет о том, что материалы тоже рецензируются, ряд комитетов говорят, мы прям откопируем, грубо говоря, вашу публикацию и вставим материалы. Поэтому мы должны, во-первых, понять, что у нас есть выбор, места эти разные, сложность попадания в эти места, безусловно, разная, ее нужно учитывать. И, естественно, давайте подумаем или поговорим о том, что для нас важно. Во-первых, опять же, точно так же, как и диссертацию, мы пишем не для себя, точно так же мы публикации пишем не для себя. Поэтому я не выбираю, где мне опубликоваться по критерию, мне тут нравится, и поэтому я буду опубликоваться здесь. А мы подбираем с вами по тем критериям, которые обозначили для нас в нормативных актах, а именно в положении присуждения ученых степеней. И там два критерия, официально закрепленных, на которые нужно обратить внимание. Это первое качество. И обращаю ваше внимание на слайде подчеркнутой строки, что ВАГ регламентирует и вообще требует что-либо по отношению к публикациям, которые опубликованы в рецензируемых научных журналах. То есть вы в положении не найдете требования ни про монографии, ни про там, сколько в конференциях у вас должно быть. ВАГ это, собственно говоря, не то чтобы не интересует, но он решил, что это можно не регламентировать. Регламентированы только вот эти вещи. И вторая подчеркнутая фраза нам говорит о том, что раз перечень рецензируемых журналов они размещают у себя на сайте, значит речь идет только о перечне журналов ВАГ, потому что он размещается на сайте. Значит, исходя из предыдущего слайда, мы можем с вами сделать вывод, что самый главный ориентир, который мы должны с вами, на который мы должны внимание направить, это публикации в изданиях ВАГ. Опять же, да, у меня кто-то скажет, а мне вот обязательно надо там в скопусе, а мне обязательно... Друзья, да, может быть надо, мы сейчас чуть позже об этом поговорим, но я сейчас говорю о регламентах, и ВАГ это не регламентирует прямым указанием положения, а вот это регламентирует. Второй критерий – это количество. Количество сейчас тоже в положении очень четко прописано, более того, эти количества отличаются в зависимости от той диссертации, которую вы готовите, для докторов выше указаны, для кандидатов ниже указаны, и, соответственно, вы видите, что по разным областям здесь тоже есть отличия. Обращаю ваше внимание не на цифры, понятно, что они вам известны, обращаю ваше внимание на маленькое словечко, которое стоит до этих цифр, не менее. Оно означает, что вот этот ориентир – это некая минимальная достаточность, но, как вы понимаете, то, о чем мы сегодня говорим, да, о всевозможных изменениях, которые могут происходить, они нас должны сподвигнуть на то, чтобы мы с вами подстраховывались. То есть, если вам по вашему уровню диссертации минимум нужно 15 публикаций, в рецензируемых, в акт-журналах, еще раз подчеркиваю, да, вот это очень важное обстоятельство, то, конечно, целесообразно иметь их, ну, например, 17. Но мало ли что, вдруг вы попадете под изменения, сейчас мы как раз будем говорить об этих изменениях, и чтобы у вас был какой-то, ну, такой, не то что уж гарантированный вариант, ну, хотя бы вот такой вот, с некой долей страховки. То же самое касается и для диссертаций, которые готовятся на сыскание ученой степени кандидата наук, ну, одну-две статьи в запасе имеет смысл себе написать. Что касается количества и качества, здесь ясно. Давайте разбираться с перечнем ВАК, и то, почему я привлекаю ваше внимание к нему на данный момент времени. Перечень, вообще, те перечни, о которых я буду говорить, а именно перечень ВАК и перечень журналов, которые рецензируются в международных базах данных, я в конце вебинара вам дам актуальные списки. Они есть на сайте, и, в общем-то, на сайте ВАК, да, но, что называется, чтобы вы ушли с чем-то, да. Что касается перечня, последний перечень содержит 2312 журналов, и возникает всегда вопрос, ну, поскольку я экономист, я всегда задаю вопрос, ну, что это значит, это много, это мало, это их уменьшилось, увеличилось и так далее. Что с ними происходит, особенно в контексте нашей темы, когда мы говорим, что возможны изменения. Давайте посмотрим, на самом деле изменения в этом перечне происходят, так скажем, динамично. Динамично это значит достаточно часто, и, соответственно, я вот вам прям составила табличку, для того, чтобы было ясно, примерно тенденция по годам, да. Ну, конечно, год еще не закончился, сразу могу сказать, что в прошлом году, в 2017, перечень ВАК пережил 30 изменений, то есть 30 раз за год публиковался новый перечень. Понятно, что уследить, это аспиранту есть чем заняться, помимо того, чтобы следить за перечнями, да, и так далее, поэтому в этом смысле я вам помощник, потому что я эти перечни освежаю, все время размещаю. Значит, что касается 2018 года, пока еще год не завершен, но мы видим, что за аналогичный период, якобы как перечень, поменялся меньшее количество раз. И вроде бы как, если бы мы посмотрели с вами только на эту табличку, мы, в общем, должны были с вами порадоваться и сказать, смотрите-ка, наступает какая-то стабильность в этом списке, он уже реже обновляется, и, соответственно, мы можем им руководствоваться. На самом деле, друзья, ситуация немножко другая, и количество этих изменений связано с другим обстоятельством. Что именно повлияло? Ну, во-первых, в 2017 году по инициативе ВАГ был проведен мониторинг журналов из перечня ВАГ, экспертные советы оценивали качество этих журналов, это была проделана очень большая работа. Я вам специально прямо цитатами из документов делаю на слайде. То есть, посмотрите, 1924 журнала были проверены, и самое главное я подчеркнула на слайде. Что касается отрицательного заключения, то есть, когда более 50% экспертов сказали «плохой журнал», таких журналов оказалось 255 изданий. И 235, ну, как бы, вроде ничего, вроде бы не очень и так далее. То есть, получается ситуация, при которой фактически 500 изданий в той или иной степени имеют отрицательную оценку со стороны экспертных советов. Безусловно, здесь речь идет о том... Друзья, я сейчас пока не буду отвлекаться на чат, вот мысль закончу, и я обязательно отвечу на те вопросы, которые появились в чате. Естественно, речь идет о том, что наша задача состоит в том, чтобы не попасть в эти журналы, желать, как бы так сделать, чтобы наша публикация в эти журналы не попала. Опять же, о том, как это сделать, в следующий раз я буду рассказывать, потому что сегодня не... Это немножко не тема нашего разговора, да? Сегодня мы об изменениях. Ну, и, естественно, если такие результаты были получены, ваку ничего не оставалось делать, как продолжить работу в этом направлении. Соответственно, уже в текущем году началось определение механизмов того, как этот мониторинг, с какой периодичностью, что будут проверять и так далее, будет проводиться далее. И второй момент, естественно, нужны какие-то критерии, чтобы и журнал, и тот, кто выбирает его как место публикации, должен понимать, он соответствует этим критериям или нет. Поэтому работа в этом направлении ведется, и глядя на вот эти цифры, честно говоря, пугающие цифры. Становится очевидно, что вот это вот замедление изменений в перечне вак, оно имеет временный характер. Потому что сейчас эти изменения, оно не просто вносит новые журналы. Новые журналы. А что касается журналов, тех, которые бы надо удалить, решение пока еще, конечно, тщательно не принималось, поэтому, что называется, ждемся. И, в общем-то, уровень напряжения в связи с этим в этой теме, он, конечно, такой достаточно высокий. Потому что, представьте себе, ну, даже 255 журналов просто взять и убрать из этого перечня. Но это много, это очень много. И поэтому, естественно, вот этот вопрос очень важный, и здесь нужно на него обращать внимание. Значит, что касается публикаций, которые строго нерегламентированы вак. То есть, что называется, хотите, пожалуйста, не хотите, спрашивать отдельно никто не будет. Потому что вот такого строгого критерия по этим публикациям нет. Что касается международных баз, в частности, я пока только коснусь скопуса. Это огромная вообще, да, совокупность изданий. Последний список, датируемый апрелем 2018 года, содержит 37 535 наименований. Если вы думаете, что это только в перечне вак, происходят какие-то изменения и грозят там отчислениями, скажем так, такому дикому количеству журналов, то нет. В скопусе эта ситуация абсолютно стандартная. Если в перечне вак это, ну, так, практика, которая начинает, да, возникать, то здесь это уже практика отработанная. И поэтому, пожалуйста, последние данные о изданиях, которые исключены, и они больше не индексируются в скопус, содержат 422 издания. Понятно, что тоже мы можем, что называется, не разбираясь, как проверить то или иное издание, да, случайно оказаться, вот, опубликованными в них. Поэтому вот эти моменты в любом случае нужно контролировать, держать на пульсе руку для того, чтобы вовремя принимать решения. Опять же, друзья, никто не застрахован от того, что такое не случится с вами. И, кстати говоря, давайте мы спросим, кто уже сталкивался с ситуацией, что журнал, в котором вы опубликовались, потерял свой статус. Вот кто-то уже пострадал от этого? Вот у кого были такие ситуации, можно просто плюсик поставить. А у кого таких ситуаций не было, минус. Сталкивалась, Лариса Владимировна сталкивалась. Антима Николаевна, не отслеживали. Вот, друзья, очень часто мы не отслеживаем, но не проверяла два года. На самом деле понятно, что эта тема, вот отслеживание, изменение, она имеет смысл только тогда, когда почему я обозначила ее именно для тех, кто готовит диссертации, потому что для тех, кто их готовит, это очень актуальная тема. Потому что, ну, если там, я не знаю, уже человек получил степень, и он просто продолжает публиковаться, ну, случилось, ну, он расстроился, ну, это ни на что не повлияло, собственно говоря, так уж сильно, грандиозно. Напишет следующую статью, и все будет нормально, поднимет там свою публикационную активность и так далее. А вот для тех, кто готовит диссертацию, это очень важно, поэтому здесь вот эти вот, эти моменты очень важны. Кроме того, безусловно, никуда мы не денемся от нашего российского индекса цитирования от РИНС. РИНС – это тоже огромная база, в которой очень много журналов. Она содержит не только журналы, но и книги. И эта база тоже стала подвергаться чисткам, иначе это назвать нельзя. Плохо или хорошо? Ну, здесь, наверное, есть у всех свои точки зрения по этому поводу. 344 журнала было исключено из этой базы, и вчера прям посмотрела цифру, она изменилась. 9 тысяч 3 непериодических издания. Это книги, которые или это материалы конференции, то есть это то, что не издаётся регулярно, это не журнал. То есть, вообще говоря, огромное количество, огромное. Последнее это исключение? Нет. То есть, представители РИНС всё время на всех встречах, где они участвуют, озвучивают эту ситуацию о том, что они только начали этот процесс. И поэтому процесс будет продолжен, и, безусловно, мы с вами и в этом смысле должны понимать, что подбирая издание для публикации, вот это обстоятельство тоже нужно учитывать. Я единственный момент ещё хочу обратить ваше внимание вот на что, что если журнал входит в РИНС, это совершенно не означает, что он индексируется в АК. Некоторые издатели специально или случайно, я не знаю, вводят в заблуждение по поводу статуса своего журнала. Поэтому, друзья, обязательно проверяем. Итак, что нужно нам сделать, чтобы наши публикации были правильными? Правильными. Правильными, то есть, соответствовали тем требованиям и критериям, которые предъявляет ВАК. Безусловно, ориентируемся на эти критерии или требования, и если они изменятся быстро, начинаем тоже догонять, потому что они не могут измениться в сторону уменьшения. И второй момент, это, конечно, учитываем качество и количество. Опять же, я как экономист всё время говорю, конечно, можно написать 50 публикаций, ну, не вопрос, почему нет. Но это не ускорит ваше движение к защите. Вообще, вести научное исследование и защищать диссертацию, это разные процессы. Это не значит, что когда вы пишете диссертацию, исследование вести не надо, его нужно вести. Но не нужно забывать, что диссертацию нужно подготовить, а для этого нужно знать, как это сделать. Знаю прямо несколько исследователей, которые, великолепные исследователи, не могут защитить диссертацию. Увлеклись публикациями, сама этим грешила, когда писала кандидатскую, поэтому оптимизируйте, да, делаем качественно, но количественно не нужно перебарщивать, потому что по многим специальностям это ещё очень серьёзные денежные затраты, потому что публикации в некоторых изданиях стоят очень серьёзных денег. Ну и естественно, как обычно у нас происходит, да, мне научный руководитель сказал опубликоваться вот в этом журнале. Замечательно, конечно, научному руководителю нужно доверять, но я вам рекомендую проверить, не поленитесь открыть список и посмотрите, есть там этот журнал или нет там этого журнала. О том, как это сделать, как проверить издание, мы будем в следующий раз говорить. Так, я сейчас вернусь, наверное, к вопросам, чтобы их совсем не затерять. Презентация будет, она будет в конце. Считается ли патент как публикация? Друзья, вот всё, что касается публикации, мы в следующий раз с вами будем проговаривать. да, не только патент является за публикацию рецензируемую, но там закрытый список, перечень, да, и поэтому, чтобы сейчас не давать отрывочные рекомендации или комментарии, на ваш вопрос, да, ответ, а более подробно в следующий раз. Имеют ли публикации в Аковских изданиях срок давности? Виктория Анатольевна, уточните, пожалуйста, вопрос, что значит срок давности? Что публикация перестанет быть в Аковской или что она не будет зачтена? Вот суть. А, вот Ольга Павловна тоже этот вопрос. Вот о чём именно речь? То есть, не зачтена. Она не зачтена будет как в Аковская только в том случае, если на момент издания вашей публикации журнал перестал быть в Аковский. Да, то есть, опять же, вот в курсах я даю обязательно... А, сколько лет до защиты? Существует же такое мнение, что чем больше, тем лучше. Ну нет, на самом деле, конечно же, не так, но по крайней мере, там, 7-8-10 лет всё нормально. То есть, масса таких диссертаций виделась такими косвенно с темой диссертации. Александр Юрьевич, не рекомендую. Вам, опять же, в следующий раз буду рассказывать о тех ужесточениях, которые связаны непосредственно с публикациями. И если, извините, я уж так скажу, ваша публикация так притянута за уши немножко, но мы же так делаем иногда, да, по-честному, то сейчас так не стоит делать. В следующий раз расскажу, как сделать так, чтобы всё было хорошо. если публикация приходит на 2013 год. Ничего страшного, Виктория Анатольевна, нужно просто, чтобы у вас не было такого, что в 2012 году, например, у вас, вы какую диссертацию пишите, докторскую, кандидатскую? Чтобы у вас было, например, там, а, докторскую, вообще прекрасно, просто прекрасно, что у вас их много и в 2012 году и так далее. Просто, чтобы всё-таки, понимаете, ну, опять же, требований таких нет, но временной интервал, география, там, разнообразие публикации, ну, он всегда ценится, это разумно и логично. Так, Светлана Михайловна, если на момент точно входит, если на момент точно входил в перечень, если точно входил в перечень, значит, всё нормально. Слышала такое, если на момент выхода статьи журнала был Ваковским, то всё, или да, всё правильно, Ольга Павловна, всё правильно. Если на момент опубликования, даже, вот понимаете, дата учитывается, да, то есть, опять же, всё проговорю, как вот в следующий раз всё проговорим, на что обращать внимание. Даже дам самый старый, вот этот вот перечень ВАК, на котором надо, вот кто там давно-давно публикуется, да, сохранились у вас эти публикации статус ВАКовских или не сохранились. Крым, ВАКовские, украинские, тема... А защищаться вы где будете? Вот этот вопрос хороший, честно говоря, я возьму его себе до следующего раза, не звучал такой вопрос. Вообще, ВАКовские, они должны быть российскими. То есть, если вы опубликовались ВАК, там, украинские журналы или белорусские, они не считаются у нас... Их нет на нашем сайте, да, то есть, помните, я вам вот прямо скрин сделала, да, что на их сайте должно быть. Если на их сайте нет, на ВАКовском сайте, ну, значит, нет. Публикация издавалась для защиты 12 лет, ее лицеобразно. Татьяна Николаевна, это на ваш вкус, что называется. Если публикация достойная, серьезная, мощная, почему ее не указать? Это, знаете, у ВАКа же ведь тоже есть, что называется, необходимая и достаточно, да, то есть, захотят, зачтут, не захотят, не зачтут, но вы ее не считаете как вот обязательно, да, как вишенку ее сделайте, такое, что вот столько лет, я вот занимаюсь этой темой, почему нет? Видео зависло, друзья, у кого-то еще есть проблемы с видео? Подскажите, пожалуйста, мне. Оформление ссылок сегодня не будем рассматривать. Галина Васильевна, все нормально? Спасибо, друзья. Продолжаем. Итак, следующее ограничение, которое нас интересует, ну, естественно, собственно говоря, сама диссертация, мы же, в общем-то, ее пишем, все остальное, это дополнение, окаймление там и так далее. И поэтому, конечно, нужно четко понимать, какие требования есть по поводу диссертации. Вообще, многие участники, когда приходят ко мне на занятия, они сначала приходят с такими огромными глазами, напуганными, что, боже, боже, как же это все можно написать. Ну, собственно говоря, друзья, вы не одиноки в этом ощущении. Я вспоминаю первую защиту докторской диссертации, на которую я пришла просто в качестве гостя, назовем так, и когда я, просто защита еще не началась, я просто увидела объем докторской диссертации. Мне было настолько плохо, что я не могла из этого состояния долгое время выйти. Поэтому, когда мы готовим какую-то диссертацию, очень важно понимать, а что вообще с вас спросит. У нас тоже будет разговор на эту тему, я сегодня поэтому только вот опять же в рамках изменений. Могут ли быть изменения, и если могут, то в каком ключе. Значит, что касается требований. Опять же, все известно, но все настолько запутано, что с этим разбираться очень сложно. Хотя, почитать рекомендую, безусловно. Значит, первое, естественно, это положение присуждения ученых степеней. Завидной регулярностью оно изменяется. Документ большой, длинный. Ради ознакомления прочитайте. Если у кого-то будет желание, можете не читать. Мы частично о нем будем говорить в тех темах, которые будут его касаться. Что касается еще одного важного документа, это ГОСТ, который, наконец-то, в 2011 году возник. он развеял какие-то недомолвки, в большей степени связанные с авторефератом диссертации и как-то установил некую структуру и поэтому стало проще. Все, что касается ГОСТов, перечисленных ниже, это как раз ГОСТы, связанные с оформлением того или иного названия, заголовок, ссылок и так далее и тому подобное. Это вообще отдельная тема. если она нужна, можно будет ее когда-то рассмотреть. Она, в принципе, у нас не планировалась. Тема сложна тем, что каждый ГОСТ это тоже часто десятки страниц, написанные, как мы шутим, на китайском языке. То есть, ну, как-то очень все запутано. И в этом смысле сложно понять, а как же надо. Поэтому как раз моя задача рассказать про это сложно. Мы в этом смысле будем обязательно, какие грядут перемены. Это вообще вся наша тема сегодня. Что касается изменений, которые могут произойти, опять же, друзья, ну, никто нам с вами не напишет письмо на электронную почту и не сообщит, что какие-то изменения сейчас собираются внести. Конечно, мы о них узнаем постфактум, но есть некоторые такие маркеры, по которым можно определить, что вот эти изменения, они наиболее могут реально возникнуть. Первое, это, естественно, обязательность защищения диссертации. С чем это связано? Это связано с точки зрения ВАК, с ужасающей статистикой защит, потому что защищают по разным специальностям 25-30% диссертации, то есть всего треть аспирантов и декторантов доходит до результата, до защиты. Понятно, что, может быть, кто-то еще потом дозащищается, скажем так, за пределами срока аспирантуры, но вот защищают ее, заканчивают ее защитой, вот такой процент. Поэтому, конечно, научным организациям и вообще тем организациям, где есть диссертационные советы, защиты важны, поэтому вот это звучало, это председатель ВАК озвучивал, как идея, посмотрим, чем дело кончится. Еще один момент, который тоже, я думаю, что в ближайшие годы, максимум, в 2019 году, а он уже близок, мы получим, это конкретизация по качеству публикации. Что это означает? Я думаю, что под тем или иным предлогом нам в публикации добавят, кроме рецензирования ВАК, нам еще добавят рецензирование в международных базах. Может быть, это будет одна статья требоваться, может быть, она вообще просто возникнет как рекомендация, но если уже будет рекомендовано, значит, надо хотя бы одну иметь, поэтому здесь очень реально вот это изменение. Кроме того, значит, если мы обратимся к опыту защиты диссертации, я даже не говорю за рубежом, ближнее наше зарубежье, наши там друзья по СНГ, да, мы увидим, что в некоторых странах требуется, недостаточно написать диссертацию, недостаточно иметь новизму, необходимо обязательно обосновать, что эта диссертация уже имеет практическое значение. Если у нас это не прописано, то есть нет такого четкого регламента, что это должен быть за документ, подтверждающий практическую значимость, то в некоторых местах это прописано, это должно быть участие в гранте, или это должен быть акт внедрения, или еще что-то. То есть я вот тоже ожидаю, что рано или поздно вот этот момент у нас тоже пропишется в требованиях ВАГ. Логично это было бы, честно говоря, логично, потому что некоторые диссертации я периодически выступаю в качестве официального оппонента, и мне везет, мне попадаются хорошие работы. Это прекрасно и замечательно давать отзыв на хорошую работу. Но иногда, когда я смотрю просто монитор диссертации, я вижу, что эта диссертация, ну, какое там практическое значение, сложно сказать. Может быть, человек бы доказал документом, но эти сомнения были бы сняты. Кроме того, что касается, вот сейчас мы будем говорить про диссертационные советы, то мы об этом чуть подробнее поговорим. Наверняка вам уже известно, что сейчас можно защищаться не только в тех советах, которые созданы и утверждены ВАГ, но и они созданы организациями, но разрешение на их открытие дает ВАГ. но и существуют организации, которые могут сами самостоятельно присуждать ученые степени. То есть, это будет ученая степень конкретного высшего учебного заведения или конкретной научной организации. Так вот, буквально недавно, я сейчас не буду придумывать месяц, но на сайте ВАГ была информация о том, что они собирали сведения с тех организаций, которые хотят присоединиться к этой категории. То есть, это вообще называется дело в ближайших каких-то моментах. Ну, и, наверное, все-таки, сейчас опять мы будем говорить, когда о диссертациях, я поясню еще раз, почему вот про это я написала, повышение прозрачности процедуры защиты, что я имею в виду. Она уж вроде бы и сейчас прозрачная, не знаю, какая, потому что ведется аудио-визуальная видеозапись, и эта запись передается в ВАГ, и, соответственно, все видят, и слышат, и так далее, да, но речь, скорее всего, будет вестись о том, чтобы защиту проводить вообще в режиме онлайн, то есть на сайте, чтобы был доступ, не просто в записи мы посмотрели, да, вот я хочу прямо сейчас, прямо, но я нахожусь в другом городе. некоторые диссертационные советы сами, без всяких требований, практикуют такие вещи, некоторые нет, но мне кажется, что это вполне возможное изменение, которое стоит ждать, а учитывая, что вы будете защищать свою диссертацию, вот к этим моментам необходимо, конечно, быть готовыми, да, не в смысле, что это усложнит еще как-то защиту, она и так не сильно простая, но, тем не менее, обстоятельства важны. Итак, что касается диссертационных советов, еще одного фактора, который нужно учитывать, так, вопросов у нас нет, учесть пункт применения, добровольный характер, все зависит от локального документа. А, про диссертационные советы мы сейчас Татьяну Ивановну поговорим, практическое применение присутствует. Согласна с вами, Татьяна Ивановна, оно присутствует в заключении организации, но оно присутствует в бездоказательном варианте, да, то есть, да, бумага есть, да, слова там написаны, но вот в каком-то таком вот диссертации акты внедрения. Да, не практически все диссертационные советы рекомендуют акты внедрения, я считаю, что это правильная практика, акт внедрения никому еще не повредил, особенно, когда это внедрение успешное. Что касается диссертационных советов, почему они на нас влияют, на наш путь влияют и что может измениться в деятельности диссертационных советов или в их количестве. Ну, понятно, что это такой орган, где мы защищаем диссертацию, и он создается научными организациями или вузами. И вот я уже начала об этом говорить сейчас. Галина Васильевна, это вот где-то у вас требуется не менее трех актов внедрения, то есть это абсолютная специфика диссертационных советов, потому что регламента у ВАГ такого нет. Ни про один акт внедрения, вообще такой термин акт внедрения ВАГ не использует в своей материнативке, скажем так. Что касается диссертационных советов, уже говорила, повторю еще раз, у нас сейчас существует параллельно, они не взаимоисключают друг друга, два вида диссертационных советов. Диссертационные советы, которые регулируются, деятельность которых регулируется Министерством образования, и советы, которым дано право, точнее говоря, даже им не просто дано право присуждать ученые степени, им дана целая куча прав. Они требования утверждают, форму документа утверждают, все регламенты утверждают, то есть они абсолютно самостоятельны в этом смысле. Что касается количественного соотношения, то диссертационных советов в привычном для нас понимании этого слова на 5 сентября их 1940 в списке. Правда, у 20 приостановлена деятельность, как раз об этом чуть попозже я скажу, и причины этой приостановки как раз нас с вами наведут еще больше на мысль, какие изменения можно ждать в их деятельности, не только в деятельности этих 20 советов, но и вообще в принципе диссертационных советов, то есть их почти 2000. Для сравнения организации, которые могут самостоятельно присуждать ученые степени, их совсем мало. 4 научные организации, 19 образовательных организаций высшего образования и естественно еще до того, как в 2017 году им дали такое право, МГУ и Санкт-Петербургский госуниверситет имели такое право чуть раньше всех остальных. Поэтому то, что сейчас уже этот режим самостоятельного присуждения степеней работает, можно убедиться на сайте ВАГ, потому что объявление о защитах в этих диссертационных советах уже сделана отдельная вкладка и теперь там будут размещаться эта информация, но все остальное, то, что касается этих вузов здесь, советов здесь, конечно, все особенное. Почему важно вообще про диссертационный совет задуматься озадачиться заранее? Потому что если вы ориентируетесь на первую группу, то вы зашли на сайт ВАГ, посмотрели требования и, в общем-то, вам примерно ясно, потому что эти требования, эти диссертационные советы соориентированы на своей деятельности, на вот эти регламенты, которые им даны и они на них ориентируются. Но вот то, что у нас сейчас был разговор в чате, да, кому-то один акт, кому-то три акта, то есть это вот те рекомендательные вещи, которые общие-то общие, но они немножко отличают, поэтому я написала, что они почти общие. А вот если вы обучаетесь и будете защищаться в диссертационных советах второй группы, то вам только в своем вузе нужно узнавать, что нужно, какие требования нужны и так далее. И это очень важно, чтобы вы понимали, что вы не можете ориентироваться на те требования, которые размещает ВАГ. Эти советы будут как бы в этом смысле не подотчетны, у них полная самостоятельность, у них будет внутри организации принято, у некоторых уже принято, у некоторых будет принято те регламенты, на которые они будут ориентировать вас и соответственно по которым будет проходить защита. Поэтому здесь очень важный момент. Что касается изменений, что ждать и что уже происходит. Но первый сигнал нам подали тогда, когда начали проводить мониторинг деятельности диссертационных советов. Его начали проводить не вчера, это некоторое время назад началось, но вот и первоначальный результат на слайде указан. То есть за один период, за один год при первой проверке диссертационных советов они сократились очень существенно. Меняется ситуация сейчас или не меняется? Давайте будем смотреть. Во-первых, она меняется однозначно, меняется в сторону ужесточения. Почему? Во-первых, утверждены критериальные значения, показатели результативности, которые два перечня. Первый перечень касается деятельности самой организации, второй перечень касается деятельности членов диссертационных советов. И если диссертационные советы не достигнут этих критериальных значений к необходимому времени, то, соответственно, эти диссертационные советы будут приостановлены. Требования, вот эти критериальные значения, достаточно высокие, достаточно жесткие. Почему я так говорю? Это не мое мнение, это видно по тому, как меняются нормативные документации. То есть изначально давался год на это, сейчас дали еще один год. То есть понятно, что пришло осознание, что диссертационные советы и члены диссертационных советов не дотягивают до этих критериальных значений. И если бы мы сегодня начали эти советы закрывать, то слишком много советов пришлось бы закрыть. в связи с этим под цифрой 3 указано, ранее была принята дорожная карта по оптимизации сети диссертационных советов. Это тоже документ нормативный, который действует. Так вот, в нем внесены летом этого года изменения, связанные с тем, что немножечко эта карта удлинилась. Она удлинилась, она ушла в 2019 год. Поэтому вот сейчас за год-полтора буквально вот эта вот требовательность по отношению к диссертационным советам, к их защитам, к тому, чем занимаются члены диссертационного совета и так далее, там масса критериев, они, естественно, повысятся, и каждый диссертационный совет будет настроен на то, чтобы сохраниться. Поэтому кто выстоит, кто не выстоит, будет видно позже, но сейчас ой, прошу прощения, что-то замелькало, сейчас изменения уже происходят достаточно с быстрой скоростью. Я взяла буквально два перечня, которые у меня оказались с последних в распоряжении, август и сентябрь, вы видите, что разница на 23 совета. Это не те, которые приостановлены, это те, которые все исчезли, они из этого списка вообще. Вот в этих 1940 еще 20 приостановлены. Если они в течение полгода не решат свои проблемы, их деятельность будет прекращена. На что нам важно обратить внимание, я провела экспертизу вот этих деятельностей, этих советов с точки зрения, почему они приостановлены, и делюсь с вами причинами, наиболее частыми причинами приостановления деятельности. Во-первых, чаще всего приостановка связана с отменой решений диссертационных советов. Второе, это несоответствие как раз-таки состава диссовета требованиям положения. На самом деле в положении не так подробно написано, это не критериальные значения, это меньше, это менее строгие ограничения. И то некоторые советы их не выдерживают. Там в основном ограничения есть по штатности членов диссертационного совета, не каждый совет может иметь в своем составе столько докторов наук, например, в частности. Ну и смотрите, третья причина это нарушение порядка организации работы, когда лишают кого-то ученой степени. Ну и вот среди причин, которые мне встретились, это нарушение порядка тайного голосования и нарушение приоформлении аттестационных дел. То есть очевидно, что это же не только я одна провела мониторинг и выявила эти причины, их как-то систематизировала, но уж наверняка ВАК занимается этим еще подробнее, чем я, и соответственно учтет эти все моменты, и поэтому, конечно, те советы, которые грешат, скорее всего, здесь оказываются в ситуации более жесткой для того, чтобы выжить. Что касается ближайшего будущего, я подразумеваю, что оптимизация диссертационных советов, ее стоит читать как сокращение. Опять же, хорошо это или плохо, сложно сказать, с одной стороны хорошо, с другой стороны не очень, потому что сфера возможностей защиты будет уменьшаться, и соответственно, я думаю, что требования будут конкретизированы и ужесточены, а если требования к диссертационным советам будут изменены, естественно, диссертационные советы будут эти требования транслировать на нас с вами, поэтому здесь тоже очень важно. И, что называется, что же делать в этой ситуации? Ну, неужели все бросать? Ни в коем случае. Наоборот, нам нужно с вами ускоряться, делать все более осознанно, то есть не из серии, да, ладно, зачем я буду за этими изменениями сам наблюдать, там мне кто-нибудь потом в диссертационном совете или в отделе аспирантуры расскажет. Не уверена, что прям вот так вот будет кто-то вам постоянно рассказывать, поэтому ответственность берем на себя за изменениями, следим за теми, которые для вас важны. Второй момент, обязательно проверить, не просто выбираем, да, я расскажу, как выбрать место для публикации, да, но обязательно проверяем место, насколько оно соответствует, скажем так. На следующем вебинаре об этом будем говорить. Дальше, когда вы определяете диссертационный совет, а кстати, напишите в чате, кто уже знает, в каком диссертационном совете он будет защищаться. Просто плюсик, если знаете, минус, если не знаете. намечательно. Друзья, особенно те, кто не определился, настоятельно вам рекомендую хотя бы в первом приближении определяться, потому что это очень важно для того, чтобы выстроить потом работу над диссертацией, и об этом мы тоже с вами будем говорить на каком-то из вебинаров, вот там, где полный перечень вебинаров есть, можно поискать под каким номером будет эта тема про диссертационные советы, и как их выбирать, на что ориентироваться, мы тоже будем это говорить. Ну и учитывая, что изменения настолько стремительно происходят, настолько глубинные изменения происходят, конечно, я вам, что называется, рекомендую, как добрый друг, писать, 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 не останавливаясь, ни в коем случае не задумываясь, а вдруг что-то, а вдруг как-то, всегда будут эти самые вдруг, да, главное это делать в определенном режиме, в темпе, эффективно. Если вас вопросы эффективности интересуют, и они для вас актуальны, как это сделать эффективно, приходите на курс, будем об этом говорить специально, да, там будем как раз технически, все-все-все вопросы технически рассматривать. Ну и безусловно, я вас приглашаю присоединяться в наши группы, эти группы существуют еще с первого запуска курса, и соответственно, я там стараюсь выкладывать полезную информацию, мы там проводим интенсивы, пишем статьи, работаем вместе, и в онлайне, и всяко-всяко, то есть, я думаю, что это будет полезно для определенного академического сообщества, да, для расширения научных связей, присоединяйтесь, ну, если есть желание, присоединяйтесь, друзья, в социальных сетях. Если у вас возникнут вопросы, можно написать мне на электронную почту, вот, вот мой адрес электронной почты, или, в принципе, через форму, я думаю, тоже можно задать вопрос. Я оставлю слайд вот здесь, если нужно, можете скриншот сделать, и потом присоединиться к нашим группам. Прошу прощения, что я немножко нарушила тайминг, и вышла за наше время. Немного я жду ваших вопросов. Если я на чей-то вопрос не ответила, будьте добры, друзья, продублируйте, пожалуйста, потому что очень большой сайт, я буду очень долго мотать. Татьяна Ивановна, следующее наше занятие будет в октябре, я точно не помню дату, Павел Юрьевич может мне подскажет, по-моему, это третий понедельник октября. Адрес мой, еще раз. Вот такой мой адрес. Я очень вам благодарна, что вы нашли время присоединиться онлайн. Пожалуйста, старайтесь присоединиться именно онлайн. Запись записью задать вопросы можно именно здесь, и, соответственно, сразу получить ответ. что-то вы стесняетесь вопросы задавать? Друзья, я, по-моему, не всем ответила. Если вопрос еще актуален, то, пожалуйста, задавайте. Вам тоже, друзья, большое спасибо. Очень рада, что мы были вместе в течение этого часа. Надеюсь, что встреча вам была полезна. А, да, вот 15 октября. Ирина Анатольевна, спасибо. Мне тоже понравилось. Диплом выданной организации приравнен диплом ВАГ. Что значит приравнен? Это не одно и то же. Это абсолютно разные дипломы. Они по виду и по сути будут разные, но да, степень будет. Возможно, со временем они будут цениться больше. Возможно, меньше. Безусловно, зависит от... Жизнь покажет. Да? Жизнь покажет. Те же права у соискателей. Нет, друзья, все индивидуально. Ну, естественно, то, что дано те права, которые даны нам там трудовым кодексом, например, ну, конечно, никто нарушать не вправе. Если то, что регламентируют просто более узкие нормативные акты, то все по-другому, все по-другому. Читать на всей территории. Да, может быть, может быть. Светлана Николаевна, хорошо. Я тоже жду с нетерпением нашей новой встречи. Спасибо огромное, друзья. Я, наверное, должна уже уходить из эфира. Наверное, Павел Юрьевич должен вернуться или как. Я еще нахожусь в чате. Если необходимость, задавайте вопросы. Всего доброго, удовольствия. Уважаемые коллеги, огромное спасибо за проведенное вместе время. Большое спасибо Наталье Модестовне. Я хотел бы напомнить, где вы можете получить информацию о вебинарах Наталье Модестовне, прошу прощения. где вы можете получить информацию о треке Натальи. Вот здесь посмотрите, пожалуйста, на этой странице. Не в начале, где-то в середине страницы есть перечень всех вебинаров Натальи и можно записаться на все из них. И еще я хотел бы продублировать информацию о курсе Натальи. Я даю эту информацию вот сюда. Что касается сертификатов, информацию вы можете получить вот здесь. Подробную информацию. Одну минуточку, сейчас я сделаю вам ссылочку. вот информация про сертификаты. Ну что ж, кажется, я ответил на все вопросы, Наталья тоже ответила на все. Ну что ж, тогда завершаем наш вебинар. Напоминаю, что в Директ-Академии вебинары проходят каждый рабочий день по возможности в 12 часов, за редким исключением в 12 часов. Приходите на наши новые вебинары, будет интересно. Всего доброго, до встречи в Директ-Академии. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok